За последние годы Балакова сильно изменился к лучшему. Во всех уголках города появляются благоустроенные территории с новыми тротуарами, парками, скверами. Даже дороги, кажется, уже перестали быть притчей во языцах. Большой вклад в формирование современного облика города традиционно делает компания Фосагра. В 2021 году при поддержке химиков были обустроены 11 общественных территорий. В 2022 эта работа продолжилась. И вот на днях состоялось подписание очередного соглашения между Фосагра и администрацией Балакова. В 2023 году компания вновь выделит 100 миллионов рублей на благоустройство. Для нас это очень значимое событие, потому что, когда мы благоустраиваем город, делаем украши, лучшие, интересные, когда делаются освещения, когда делаются общественные территории, парки, скверы, аллеи, бульвары. Это все делается для наших жителей. И большое спасибо компании за участие в жизни города, который они сегодня предпринимают. Объекты, которые выбраны для благоустройства, находятся в разных районах города. Внимание по-прежнему уделят пешеходным дорожкам, которые ведут к объектам социальной сферы. Например, в частном секторе Старого города вместо разрушенного тротуара возле православной школы и Балаковской епархии появится обустроенная дорожка. Также продолжатся работы по освещению пешеходных зон. Новые световые опоры появятся на тротуарах на улице Факелсоциализма по обеим сторонам дороги и на улице Комарова со стороны поликлиники. Уделить внимание этим объектам просили балаковцы. Учитывая мнение жителей, потому что зачастую, когда посещаем в процессе ремонта, производства самих работ, подходят местные жители, что-то подсказывают, что-то просят, это тоже учитывают. Особое внимание уделят объектам, которые начали приводить в порядок в предыдущие годы. Например, парку Центральный. Здесь установят фигурные лавочки с подсветкой, световые качели, санузел, проведут озеленение части парка. Реконструируют и доску почета на центральной площади. Будут реализованы и небольшие проекты. Архитектурные жемчужины Балакова, собор Святой Троицы и усадьбу Паисия Мальцева подсветят специальными архитектурными светильниками, чтобы эти памятники даже ночью выглядели красиво и притягивали взгляд. За ходом работы, качеством их выполнения будут наблюдать не только заказчики, но и специалисты Балаковского филиала АО «Апатит». Назначен ответственный куратор, который проверяет и сметы, проверяет и качество материала, которое поставляется, не только в процессе выбора поставщика, но и в процессе поставки, в процессе монтажа. Если мы находим какие-то недочеты, мы на это сразу указываем. Если это происходит, то обязательно будет все учтено, переделано так, как это должно быть. В ближайшее время уже начнется поиск подрядчиков. И с наступлением благоприятной погоды в разных уголках Балакова закипит работа, главная цель которой – сделать наш город комфортнее.